Всем здрасте, с вами я, Хакаку. Или же Лёша. И сегодня, пару дней назад, меня Татания попросила научить делать одежду для ММД в блендере. И я подумал, что это будет отличная идея для нового видео. Ну и можно считать, что это видео для тысячи подписчиков. Да. Ну что же, начнём? Дисклеймер. Хотя я стремлюсь предоставить вам наилучшие инструкции и руководства, которые помогут вам, я должен отметить, что я не могу дать стопроцентную гарантию на то, что у вас получится сделать всё хорошо. Я настоятельно рекомендую вам уделить время и усилия на практику, эксперименты и применение полученных знаний. Будьте готовы к тому, что некоторые вещи могут потребовать больше времени и усилий, чем предполагалось. Итак, для начала нам понадобится аддон под названием MMD Tools. С помощью него мы будем загружать нашу базу. Ссылку на аддон я оставлю в описании. Затем мы загружаем базу, которая у вас есть. С помощью нажатия на клави Shift-A открывается меню с выбором фигур. Мы берём цилиндр. Переходим в режим редактирования Edit Mode. Выделяем половину цилиндра и удаляем её. Потом нужно использовать модификаторы под названием Mirror и Subdivision для придания объекту гладкости и симметричности. Затем с помощью клавиш S, Z, X или Y мы можем растягивать цилиндры по этим осям. Подбираем размеры так, чтобы цилиндр был на талии. Затем выделяем вершины и нажимаем клавишу A. Это позволяет создавать новые вершины и продолжать цилиндр вверх или вниз. Когда приходим к груди, выделяем все вершины, кроме рук и снова нажимаем клавишу A, чтобы создать воротник. Затем бумаги Пошлино. 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 Затем выделяем две последние вершины и нажимаем клавишу М, чтобы соединить их и создать плечи для кофты. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Далее приступаем к созданию рукавов. Уделяем круг, также нажимаем клавишу A и вытягиваем рукава. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну вот и все, у вас получилась личная кофта. Теперь, когда мы сделали кофту, нужно сделать ее развертку. Для этого переходим в раздел UV Editing. Перед вами открываются два окна. Слева показывается ваша развертка объекта, а справа ваша модель. Чтобы сделать развертку, переходим в режим редактирования Edit Mode. Выделяем объект и перед нами появляется развертка вашего объекта. Но если ваша развертка выглядит так, то нужно выделить концы кофты. Например, воротник, рукава и низ кофты. И переходим в режим ребер, Edge. И нажимаем Mark Sim. Затем нажимаем Unwarp. И теперь у вас получается красивая развертка. Чтобы сохранить развертку, нажимаем UV и выбираем Export UV Layout. Затем рисуем текстуру для вашей одежды. И у вас есть два варианта, где рисовать. Либо это делать в самом блендере, либо использовать программу для рисования. SAI, Photoshop или Krita. Когда закончили рисовать, заходим в раздел Material и переходим в MMD Texture. Загружаем текстуру и все, у вас получилось ее украсить. Ну а теперь дело стало за малым. Чтобы экспортировать вашу одежду в MMD, нужно выделить сначала ее, одежду, а потом кости и нажать Ctrl плюс P. А затем выбрать пункт With Automatic Waves. Таким образом, ваша одежда привяжется легко к базе. И потом вы сможете с легкостью экспортировать ее в MMD. Ну вот и все. Надеюсь, что я понятно объяснил и рассказал все вам, как я делал одежду в блендере. Если у вас будут какие-нибудь вопросы, то вы всегда можете написать комментарий под видео, и я постараюсь вам помочь. Также я хотел поблагодарить авторов, таких как Рия и Плаксу, за их видео по блендеру. Ведь если бы не они, то я бы не смог сделать одежду. Надеюсь, это видео было вам полезным, и оно вам понравилось. Спасибо, и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова